Всем привет! Вы на канале Пикселенджер. В этом видео я нарисую очень миленького паучка на Хэллоуин в шляпе. И этот рисунок будет в моем стиле, в стиле Пикселенджер с ярким контуром. Чтобы нарисовать рисунок я беру черный фломастер, черный маркер, розовый, зеленый, сиреневый, желтый и оранжевый фломастеры. Рисунок будет занимать в ширину 27 клеточек, а высоту рисунок будет занимать 22 клеточки. Свой блокнот я расположу горизонтально и начинаем рисовать. Сначала берем черный фломастер или маркер, начинаем рисовать контур паучка. Если вы рисуете в блокноте, не забывайте под листик блокнота подкладывать еще один листик, чтобы не пропечатался рисунок на весь блокнот. Начинаем рисовать по серединке от нижнего края. Это будет у меня линия нижний край рисунка, отсчитываю одну клеточку вверх, это будет середина рисунка. И 7 клеточек по горизонтали закрашиваем. Теперь от этого уголочка введем контур. Влево 2 клеточки, вверх 2 клеточки. Влево клеточка, вверх клеточка, влево клеточка. Вверх 5 клеточек. Вправо клеточка, вверх клеточка. И с этой стороны такой же контур. 2 клеточки вправо, 2 клеточки вверх, вправо, вверх, вправо. 5 клеточек вверх, клеточка влево, клеточка вверх. Теперь сразу нарисуем контур глаз от вот этой клеточки. Отсчитываем 4 клеточки вправо. И рисуем здесь квадратик 3х3. Это один глаз. с этой стороны 4 клеточки пропускаем и рисуем еще один глаз контур и в середине каждого глаза вот здесь клеточку закрашиваем черным сразу а вот здесь между глаз и ниже обводим одну клеточку это носик паучка сразу берем розовый фломастер и закрашиваем этот носик теперь я беру сиреневый фломастер и нарисуем контур шляпы сиреневым от вот этого уголочка здесь закрашиваем одну клеточку сиреневым теперь идем вниз по диагонали 3 клеточки вправо закрашиваем сиреневым еще идем по диагонали вниз 5 клеточек вправо закрашиваем теперь идем по диагонали вверх 3 клеточки закрашиваем вправо и еще по диагонали вверх Одну клеточку здесь закрашиваем. А теперь я беру черный маркер и закрашу все клеточки внутри контура вот этого. Только оставим глаза, пока они закрашены. Они будут желтые. Аккуратно здесь обводим контур и закрашиваем. Я беру толстый маркер. Он быстро все это сейчас закрасит. Теперь берем оранжевый фломастер. Нарисуем следующий контур на шляпе от вот этой сиреневой клеточки. Пропускаем три клеточки вверх. Вот тут на четвертой закрашиваем одну клеточку. Теперь идем по диагонали вниз вправо. Три клеточки вправо закрашиваем оранжевым. И одну клеточку вверх по диагонали вправо. Теперь берем черный фломастер. Вот здесь черную клеточку закрашиваем. Возле этой сиреневой клеточки левее закрашиваем еще одну черную клеточку. Теперь от этой клеточки идем по диагонали вверх, отмечаем клеточку и полосочку нужно будет вот сюда зарисовать. И теперь вот здесь одну клеточку вверх закрашиваем. И теперь от этой оранжевой клеточки вправо одну клеточку закрашиваем. От сиреневой клеточки идем вправо, одну клеточку закрашиваем. Теперь от этой черной клеточки идем по диагонали вверх-вправо и рисуем полосочку вот сюда, закрашиваем. От этой клеточки вверх одну клеточку закрашиваем. И теперь вот здесь вот эти все белые клеточки закрашиваем черным. Теперь здесь нужно дорисовать шляпу, я буду диктовать контур, повторяйте за мной. Вверх три клеточки, влево клеточка, две клеточки вверх, клеточка влево, клеточка вверх, клеточка влево, клеточка вверх. Три клеточки вправо, клеточка вниз, две клеточки вправо, клеточка вниз, клеточка вправо, клеточка вниз, клеточка вправо, две клеточки вниз, клеточка вправо и две клеточки вниз. И вот эту часть всю закрашиваем черным. Теперь нужно лапки пририсовать паучку, от вот этой клеточки идем вниз, на одну клеточку поворачиваем влево, две клеточки влево закрашиваем, от этой клеточки идем вверх, четыре клеточки влево закрашиваем, от этой клеточки идем вниз, две клеточки влево закрашиваем и одну клеточку вниз закрашиваем. Теперь от вот этой клеточки идем влево, 4 клеточки влево закрашиваем. От этой клеточки идем вниз, 2 клеточки влево закрашиваем. От этой клеточки идем вниз, 2 клеточки влево закрашиваем. И от этой клеточки тоже идем вниз, 2 клеточки закрашиваем влево. Теперь от этой клеточки перепрыгиваем одну клеточку вниз Три клеточки влево закрашиваем От этой клеточки идем вниз Три клеточки влево закрашиваем От этой клеточки идем вниз Две клеточки закрашиваем по горизонтали и одну клеточку вниз закрашиваем теперь нарисуем лапы с правой стороны если вы где-то запутаетесь в лапах ничего страшного думаю что рисунок все равно получится теперь внимание от вот этой клеточки идем вправо 4 клеточки вправо закрашиваем от этой клеточки идем вниз две клеточки вправо закрашиваем от этой клеточки идем вниз две клеточки вправо закрашиваем и от этой клеточки идем вниз и две клеточки вправо закрашиваем от этой клеточки идем на одну клеточку вверх и вправо и закрашиваем три клеточки вправо Теперь от этой клеточки идем вниз Три клеточки вправо закрашиваем И от этой клеточки идем вниз Две клеточки вправо закрашиваем И одну клеточку вниз закрашиваем Теперь от этой клеточки перепрыгиваем вверх одну клеточку Две клеточки вправо закрашиваем От этой клеточки идем вверх Четыре клеточки вправо закрашиваем. От этой клеточки идем вниз. Две клеточки вправо закрашиваем. И одну клеточку вниз закрашиваем. Вот такой веселый паучок получился. Можно оставить рисунок таким. Но я сейчас буду его раскрашивать, делать очень красивым и необычным. Сначала закрасим желтым фломастером вот эти глаза. А теперь мой фирменный приемчик Pixy Langer. Вокруг каждой клеточки по контуру я буду рисовать желтый контур. Например, возле этой лапки здесь вот эту клеточку, вот эту, вот эту и вот эти три клеточки я закрашиваю желтым. Ну и вот эту одну клеточку тоже желтеньким закрашиваем. Теперь над этой лапкой вот эту клеточку, две эти клеточки и вот эти три закрашиваю желтым. Над этой лапой вот эту одну клеточку, четыре клеточки, вот эту и вот эту я закрашиваю желтым. Теперь снизу паучка вот эту клеточку, вот эти две, вот здесь закрашиваю желтые клеточки, эти две и эту одну. И то же самое повторяем с этими лапами, выше каждой лапки закрашиваем желтые клеточки. А теперь я беру светло-зеленый фломастер и закрашиваю контур вокруг шляпы. Вот эти клеточки я буду закрашивать зеленым. И вот такой яркий, красивый, симпатичненький паучок у меня получился в моем фирменном стиле пикселенджер, совсем не страшный. Ставьте лайки, потому что таких паучков еще никто не рисовал. А я с вами делюсь очень интересными рисунками и интересными приемами рисования. Кто еще не подписался на мой канал, скорее подписывайтесь. И не пропускайте мои новые классные рисунки по клеточкам. Всем пока и до новых встреч на моем канале Пикселенджер.